Всем халу ребята, пацаны и девчата, с вами я, Камбэк. В этом ролике мы снова вернемся на сайт gg стендов и посмотрим, что с ним творится на данный момент. Купит ли нас сайт и выводит ли вообще голду? На все это мы сегодня получим ответ, поэтому обязательно досматриваю ролик от самого начала до самого конца, без перемоток, ведь ролик получился очень даже интересным. И да, в прошлом ролике я разыгрывал вот и код М16 Трамфа, и пришло время подвести итоги. Итоги уже в моем телеграм-канале, поэтому обязательно переходи и смотри, ведь именно ты мог выиграть. Но даже если ты не выиграл, то ни в коем случае не расстраивайся, ведь в этом ролике я вам хочу отдать вот и код АВМ Генезис. А чтобы забрать данный скин, нужно выполнить парочку простых действий. Первое, что вам нужно сделать, это поставить лайк под этот ролик, подписаться на этот канал с колокольчиком, самое главное досмотреть ролик от самого начала до самого конца, без перемоток. И написать в комментариях свое игровое айди, а снова, чтобы я с вами мог связаться. Итоги будут в моем телеграм-канале очень скоро, поэтому быстрее переходим и надеемся на удачу. Ладно, ребята, затягивать не буду. Всем приятного просмотра и приятного аппетита. Погнали! И так, ребята, мы прямо сейчас на сайте G-Stand-Off. Как вы видите, я пополнил баланс на 1000 рублей, и мне пришло 1350 рублей. Как это произошло? Я просто пополнил баланс с вот этим вот промокодом. Называется COM. Промокод на плюс 35%. То есть, как это работает? Вы пополняете баланс на 100 рублей, и вам приходит 135 рублей. Плюс 35%. Поэтому, если вы хотите пополнить баланс, то обязательно используем этот промокод. До открытия кейса давайте попробуем тут какие-то бонусы. Да, они есть тут. Во-первых, это барабан бонусов, конечно же. Давайте попробуем крутануть. Я вам напоминаю, это бесплатно совершенно. Поэтому первый прокрут мы делаем. И нам выпадает 15% кэшбэк с открытия каждого кейса в течение часа. Это хорошо, потому что мы сегодня будем открывать много-много кейсов. И оттуда, конечно же, нам придет кэшбэк. И у меня, конечно же, есть еще один промокодик, который тоже называется COM. С помощью которого мы можем прокрутить барабан еще раз. Нажимаем запустить, и запускается у нас второй раз. Так, смотрим, что нам выпадает. И нам выпадает плюс 35% кэшбэк. Ну ладно, это фигня полная, если честно. Вот, ничего в принципе не выпало. Ладно. Тут у нас есть еще New Year Battle. Давайте посмотрим, что это. Помощник Санта, это какое-то задание, да? Да, тут какие-то задания можно выполнять и получать бесплатно к голду. И тут у нас еще есть ограбление гринча. У меня есть, кстати, тысячи поинтов. Потому что я пополнил баланса тысячи рублей, и мне пришли еще тысячи поинтов. Мы сейчас можем что-нибудь попробовать сделать. Я не знаю, как это работает сейчас. Попробуем украсть. Мы кратем, и что? О, нифига себе, нам какой-то чарм дали, серьезно? И что? Так, давайте перезагрузим. А, мы тысячи поинтов потратили сейчас на вот этот. Да, как я понял? Ну-ка, давайте посмотрю сейчас. Сколько она стоит? Она стоит уже 200 рублей. Это уже плюс. Поэтому сегодня какой у нас план? Мы делаем, смотрите, что. Мы открываем кейс на фулл сумму. И после всего этого дела мы засовываем в контракт. И получаем какой-нибудь дорогой скин, который мы выведем в дальнейшем. Поэтому вот такой вот у нас план. Давайте погнали тебе открывать кейсы, ребята. По бонусам, в принципе, я прошелся. Поэтому мы погнали уже открывать кейсы. Так, что у нас, в принципе, тут есть? Давайте посмотрим. Смотрите, тут лимитированная серия есть по 19 рублей. Прикиньте. Давайте попробуем Моргенштерн открыть. Почему бы и нет? Открывается у нас кейс. И, в принципе, давайте посмотрим, что нам выпадет отсюда. За 19 рублей, я напоминаю. Этот кейс стоит 19 рублей. И что нам выпадает? Стикер Страйк Кола. Кстати, она стоит вроде 50, там 60 рублей, да? 40 рублей, да. Мы в окопе, кстати. Мы в окопе, это хорошо. Давайте попробуем еще раз крутануть. Потому что, может, повезет. Что думаете, пацаны? Может, повезет. Выпадет какая-нибудь Аркана, не знаю. Давайте посмотрим. Страйк 5-7 в рейс. Сколько она стоит? А сколько она стоит? 41 рубль. Нормально. Все, давайте уходим отсюда. Давайте попробуем какой-нибудь скин апгрейднуть. Давайте вот, например, 5-7 вот этот в рейс. И попробуем сделать из него. Ну, давайте вот попробуем. Вот этот дробаш. Давайте попробуем вот этот дробаш. 61 рубль. И нажимаем апгрейд. И смотрим, выпадет ли нам данный скин. И да, получается. Хорош. Все. Мы забрали сейчас 61 рубль. Веса 40. Давайте попробуем еще вот этот 40 рубль сделать из него. Сейчас перезагрузим. Давайте. Давайте попробуем из вот этого 40 сделать. Ну, вот, например, скажем, скажем, скажем. Давайте показать еще. Что у нас. Давайте 5-7 вот этот веном. Уже шансы 53% уже, кстати. Поэтому давайте попробуем апгрейднуть. Погнали. Идет у нас. Идет, идет, идет. И что нам выпадет? И, к сожалению, не получается. Ну, ладно. Ничего страшного, в принципе. Даже если мы проиграли, нам дают какой-то скин. Это очень хорошо. Это очень приятно, кстати. Вот. Давайте продаем. Нафиг оно нам нужно? Вот. И давайте погнали дальше открывать кейсы. У нас 1300 рублей. Я напоминаю. Поэтому мы сегодня будем все это тратить. Давайте посмотрим, что у нас, в принципе, тут есть. У нас тут есть GD-стандов. Кстати. Давайте попробуем 2 кейса GD-стандов открыть. Почему бы и нет? За 400 рублей, я напоминаю. Уже по-крупному идем. Поэтому. Фамас Фьюри. И 62. 372 рубля. А сколько мы потратили? Мы потратили 30. Ну, в принципе, да. В ноли шли. Это ничего страшного. Нормально. В принципе, нормально. Пока сайт нас не сливает. Это очень хорошо и круто, как помню. Давайте попробуем 1 мажор открыть. Давайте посмотрим, что оттуда нам выпадет. Вообще, в принципе. Вот. Поэтому у нас открывается данный кейс. И что нам выпадает? Нам выпадает MP7 граффити статрик. А сколько она стоит? Напомните мне, пожалуйста. 158 рублей. А сколько мы потратили? 300 рублей. Понял. Понял. Что-то нас начали сливать уже. По-крупному причем. Поэтому давайте уйдем с этого кейса лучше. Нафиг. Потому что... Ну, сами понимаете, пацаны. Вот. Давайте попробуем, кстати, origin кейс. Origin кейс. Попробуем открыть. А вдруг нам выпадет какой-нибудь MTV Dragon Glass. Вот. Это будет прикол, конечно. Ну, давайте попробуем открыть 2 кейса. Вот. Кстати, у нас уже 100 рублей накопилось. И нам выпадает 20 рублей. Серьезно? За 68 20 рублей. Окей. Я вас понял. Я вас понял, пацаны. Кстати, у нас тут новогодние кейсы есть. Поэтому давайте попробуем что-нибудь новогоднее открыть. Ну, Новый год, конечно же, прошел. Но, в принципе, у меня новогоднее настроение все еще есть. Поэтому давайте попробуем Олафа. Вот. Кстати, открыть 2 кейса. И посмотрим, давайте, в принципе, что нам выпадет оттуда. Фаба М-реактор. О, 180? Серьезно? Нифига себе. 180 рублей. Фаба М-реактор статрековский. А сколько мы потратили? В ноль. Вроде в ноль. Вроде в ноль. Вот. Давайте попробуем какой-нибудь новогодний кейс. Один дома, вот, например. Одну штуку давайте. Одну штуку. Вот этот один дома кейс. Пошло-поехало. И смотрим, что, в принципе, нам выпадает оттуда. М-16 винджет. Так, как я понял. А, ну, UMP, White Carbon, статрековский. А сколько она стоит? 400 рублей. 400 рублей. Сколько? 150 рублей. Этот кейс что-то нам выдал. Поэтому давайте попробуем еще один кейс открыть. Может быть, сейчас повезет еще раз. Вот, поэтому смотрим, что, в принципе, нам выпадает. И нам выпадает чаром 102 голда. Сколько она стоит? Я вообще без понятия, сколько она стоит. 47 рублей. Блин. Чего-то нам в этот раз не повезло. Так, у нас 61 рубль, кстати, остался. И у нас тут накопление еще 200 рублей. Давайте заберем его. И у нас, в принципе, есть 256 рублей. И давайте смотрим, что, в принципе, мы можем открыть. Отсюда. Мы можем, кстати, тик-так открыть. 158. Можем на фулл сумму открыть. На фулл сумму не можем. Давайте вот так 237 рублей. Откроем. И пошло-поехало. Что, в принципе, нам выпадает? 144. 77. И 51. В общем, в общем и целом нам выпадает за 274 рублей. Сколько мы потратили? Мы потратили... Ну, вроде в ноль, если не ошибаюсь. Вроде в ноль. Такс, за 19 рублей у нас, кстати, еще кейсы есть. А у нас ровно 19 рублей осталось. Что думаете, пацаны? Последний кейс наш. Давайте попробуем гачи открыть. Это легенда. Поэтому давайте за 19 рублей открываем вот этот вот кейс. Пошло-поехало. И смотрим, что, в принципе, нам отсюда выпадает. Такс. Фаба МБУМ. А сколько она стоит? А сколько она стоит? 100 рублей. Нормально. Мы потратили 19 рублей и получили 100 рублей. Кстати, у нас накопление еще 36 рублей. 39 уже. Поэтому тоже заберем и давайте попробуем что-нибудь открыть за 39 рублей. А что у нас тут за 39 рублей, в принципе, это и есть? Вот вопрос в чем. Пацаны. За 39 рублей, в принципе, тут у нас... Вот, вот, Дигл есть, кстати, за 34 рублей. Давайте попробуем вот и нам выпадает Дигл Морган. Как я понимаю. А сколько она стоит? Она вроде 60-70 рублей, да? О, 70 рублей, да. Нормально, кстати. Все. В принципе, все. Окей. Мы потратили фулл сумму. И давайте попробуем пойти в контракты. Сейчас мы все это засунем в контракты и получим какой-нибудь дорогой скин. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Вот такой вот, в принципе, у меня план. Если вы тоже хотите подкрывать кейсы тут, то, в принципе, можете тоже использовать вот такую вот тактику. Потому что она все время у меня работает. Не знаю, как у вас, но у меня она все время работает. Давайте засунем тогда вот Чаром Бьяку, Фамос Фьюри за 300 рублей, 158 рублей МПСМ Граффити, Фаба М Реактор за 180 рублей, 400 рублей. Контракт, кстати, на 1700 рублей. Она может выпасть от 400 рублей до 6992. Мы надеемся, конечно же, на лучшее. И погнали, пацаны. Смотрим, в принципе, что нам выпадает. Пацаны, Флип Найф Фроза. Ну, в принципе, пацаны, в принципе, нормально, кстати. 1200 рублей. На вывод мы, в принципе, его оставляем. Остальные скины продаем. Продаем, 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 продаем. Продаем вот это тоже. И что у нас, в принципе, остается? Вроде бы, вроде бы ничего, да? Давайте зайдем в контракты. Да, в принципе, все мы продали. У нас 200 рублей. О, нифига себе. У нас 200 рублей накопилось еще. Давайте попробуем на 200 рублей открыть что-нибудь. О, как раз, как раз. Вот можем вот такую вот ужасающую историю открыть. Что там эти пацаны? Нажимаем. И пошло-поехало. Пошло-поехало, пацаны. 200 рублей. Так-так-так-так-так. Стотрек, ЮМПБист. Серьезно? А сколько она стоит? 370 рублей. Нормально, нормально, нормально. И у нас 35 рублей еще сверху. Понимаю. У нас 50 рублей уже. Почти. На 49 рублей, кстати, у нас вот такой вот кейс есть. Но я не знаю. 49 рублей. А тут 48. Поэтому нам рубль не хватает. Пацаны, да киньте рубль, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте попробуем тогда фуриус кейс открыть. Почему бы и нет? Мы тортим 34 рублей. И у нас, в принципе, остается 14 рублей. Окей. Пошло-поехало. Так, с нами выпадает Стердерк, ЮМП, Шарк. Окей. Я вас понял. 23 рублей. Продаем нафиг. У нас 38 рублей остается. Кстати. Что-то у нас сегодня баллик не хочет заканчиваться. Можем два Моргенштерна открыть, кстати. Ровно хватает. Просто посмотрите. Ровно на Моргенштерна хватает. Погнали, пацаны. Опа. Пошло-поехало. ЮСППСС. И ЮСППСС. 68 рублей. Что-то у нас сегодня баллик не хочет заканчиваться. Еще и накопление. 11 рублей. Наверное, этот ролик надо назвать Поднимаемся с нуля на 490. Да, пацаны. Потому что, ну, с полного нуля я почти поднимаюсь. Вот. Поэтому 79 рублей. Что мы можем открыть на этот баллик? На этот баллик мы, в принципе, можем открыть хиперспортсмен. Вот. Как раз. 69 рублей. Погнали. Давай, бро. Давай, бро. Сотрек. 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 Да, да, да. Хорош. Сколько она стоит? 268. Окей. Пацаны, я вас понял. Продаем нафиг. И у нас 278 рублей. В принципе, есть. Что же в итоге будет? Мне очень интересно, что в итоге будет. О, мы можем, кстати, 3 везунчик открыть. Что думаете, пацаны? 231 рубль. А у нас 278. Поэтому давайте попробуем 3 везунчик открыть, в принципе. И смотрим, что в принципе оттуда нам выпадает. 88. 16. И 34. В общем, 139. Что-то нам этот кейс что-то не дал ничего. Давайте заберем накопление еще. И продадим. Что мы, в принципе, выбили вообще-то? Продаем это, продаем это, продаем это. У нас 231 рубль. Что-то у нас балик сегодня не заканчивается. Окей, пацаны. Погнали дальше открывать. Мы можем, кстати, вот ужасающую историю снова открыть. Вот, пацаны. Поэтому, я думаю, это, в принципе, хорошая идея. Поэтому мы открываем ужасающую историю. И смотрим, в принципе, оттуда, что нам выпадает. Нам выпадает страйк пола. Окей. Я вас понял. Я вас понял. 70 рублей. А, 40 рублей. Окей. Давайте 30 рублей еще заберем. У нас 100 рублей, в принципе, есть еще. За 100 рублей. Что мы можем открыть, в принципе, за 100 рублей? Статрек. Вот, Статрек. 99 рублей стоит. Давайте попробуем этот кейс. И посмотрим, в принципе, что нам оттуда выпадет. MP7 лич. Давай MP7 лич. Хорош. Все. Все, хорош. 70 рублей. А, я понял вас. 70 рублей всего лишь стоит. А сколько этот кейс стоил? 99. Я вас понял, пацаны. Я вас понял. Продаем, конечно же. Продаем. И забираем наше накопление. Давайте попробуем вилю открыть. Что думаете, пацаны? Может, вилю нам выдаст что-нибудь? Вот. Поэтому давайте посмотрим, что нам выпадает отсюда. Статрек Ак-14 камуфляж. Окей. Сколько она стоит? 142. Нормально. Я думаю, поменьше стоит. Давайте попробуем две штуки. Да, нам две штуки не хватает. Ну, тогда давайте одну штуку попробуем открыть. Почему бы и нет? Пошло, поехало. Пум-пум-пум-пум-пум. И давай нож нам выпадай. Дидаса монстр. В принципе, он дорогой, да? 200-300 рублей стоит. Если я не ошибаюсь. 200 рублей. Что-то мы опять начинаем уже подниматься. Давайте попробуем еще один кейс открыть. Потому что этот кейс что-то выдает и выдает. Вот. Давайте погнали. Ак-Р-Драгон. Ну, Юмпи. Киберпанк. Понял. А сколько она стоит? 65. Ну, все. Кейс что-то начал уже сливать. Поэтому давайте быстрее уходить отсюда. Давайте все на 260 рублей попробуем открыть. Потому что это уже может бесконечно продолжаться. Поэтому давайте попробуем ужасную историю открыть. А, ужасающую историю открыть. Вот. 200 рублей стоит. И у нас, кстати, еще накопление есть. 295. Кстати, у нас там кейс был за 290 вроде, если я не ошибаюсь. 290. Вот. Мажор. А, блин. 4 рубля не хватает. Блин. Жалко. Жалко. 295 у нас есть. Давайте посмотрим, что у нас тут есть вообще за эту сумму. Кстати, ребята, у нас тут мультикейсы еще есть. То есть, нам нужно выбрать какую-нибудь ячейку и просто нажать. Вот. Например, давайте вот этот ячейку откроем. И 140 рублей. Нормально. Мы получили... Вы потратили 90 рублей и получили 140 рублей. Нормально. Давайте попробуем еще. И попробуем вот этот, например. И нам, кстати, не повезло. Это очень жалко. 2 рубля продаем. И давайте попробуем открыть. Ну, например, этот. 8 рублей. Что-то очень сильно сливать начал я, да, пацаны? 45 рублей. Давайте попробуем открыть тогда вот это 49 рублей. И все, в принципе. Мы уйдем с этого сайта и выведем все, что мы выбили. И нам выпадает SM1014 Арктик. Окей, я вас понял. Он там 10 рублей стоит, да? Сколько она стоит? 30 рублей. Да, я понял. Все. Давайте зайдем в контракты и засунем вот это все дело, пацаны. 4... 5 предметов, да? Да, 5 предметов. На 500 рублей. Нам может выпасть от 100 до 2000 рублей. Погнали, пацаны. Пошло-поехало наш контрактик. И смотрим, в принципе, что нам выпадает оттуда. M4 Некромантер за 500 рублей. Ну, в принципе, неплохо, пацаны. И, в принципе, мы получили 1200 плюс 500 рублей. Это уже получается 1700 рублей. То есть я получил 1700 рублей за 1000 рублей. Это очень круто, как по мне, ребята. Нажимаем получить скин. Давайте сначала выведем M4 Некромантер, а потом уже нож. И мы, в принципе, с этого скина выведем нашу голду. Давайте попробуем сначала вывести M4 Некромантер. Вот. Копируем, за сколько нам нужно выставить. Нажимаем готово и ждем первый скин. И сразу давайте выведем еще и второй скин. За 1440 нам нужно, в принципе, выставить. Вот. 1440, все правильно. Нажимаем готово. И, в принципе, ждем, пока нам выведут данные скины. Итак, ребята, прошло примерно несколько часов. И, как мы видим, все вывели. Нажимаем историю продаж. И, как мы видим, Gigi Sandow вывел нам 1500 голды. 1100 и 400 голды. Первый был нож. И второй был M4 Некромантер. И, как мы видим, тут галочка стоит. И во втором тоже галочка стоит. Все. В принципе, нам вывели. Сайт очень даже честный и безопасный. Поэтому, в принципе, если вы хотите покрутить кейсы, то вам сюда. Поэтому, в принципе, вот такие вот дела. Вот и вот ролик получился. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте про лайкосик с подписочкой. И про колокольчик тоже не забудьте, чтобы не пропустить новые интересные ролики. И да, посмотрите этот ролик. Там я рассказываю, выйдет ли новая коллекция СО2 на рынок. Быстрее смотрите. Всем пока.